Захват школы в Казани. Девять погибших. Стрельба в Пермском вузе. Шестеро погибших. Казалось бы, это не у нас. Страшное ЧП далеко. Но вот на днях в Бийскую школу поступил предупреждающий звонок. Откроем стрельбу. Но обошлось. Вскоре выяснилось, это сделали ученики, чтобы сорвать уроки. Однако в боевой готовности сейчас все. Для ощущения большей защиты власти выделили 20 миллионов школам Барнаула для охраны чоповцами. В отличие от пенсионеров на вахте, они проходят специальную подготовку, получают лицензию, но не оружие. Специалисты объясняют, такая защита в функции ЧОПа не входит. Если что-то происходит, их обязанность входит только вызов специальной службы реагирования. У нас каждая школа имеет кнопку тревожной сигнализации. И не только школы, но и детские сады. Они также имеют кнопку тревожной сигнализации. При вызове сотрудников приезжает Росгвардия. Она уже вооружена и обеспечена всеми средствами, так сказать, для того, чтобы обезвредить, если сложится такая ситуация. В цепочке по обеспечению безопасности вахта – этап заключительный. Но вот начало хаоса все чаще в головах детей. Эти дети, которые имеют признаки агрессии, они однозначно у нас все под нашим наблюдением. По мнению психолога Лилии Мартышева, есть несколько видов агрессии. Из-за проблем в семье, наказаний, межличностных отношений, возрастного кризиса. Самые неустойчивые в этом плане подростки. Наиболее часто встречаются защитные агрессии, когда не сформированы навыки общения у детей. То есть защитные агрессии. Ребенок не умеет ответить, не умеет себя вести. И несформированность общения. Дети не умеют подчиняться другим, играть по правилам других детей. А как правильно поступать ребенку в таком случае? Что бы ты ему посоветовал? Сходить к психологу в обязательном порядке и даже, не знаю, обдумать то, что он делает всегда. Как рассуждают сами дети, в 21-м году к психологу ходить не стыдно и не позорно. Они рассказывают, что порой советуют сверстникам обратиться к специалистам и готовы сами оказать поддержку, если видят агрессию. Да, я стараюсь его либо успокоить, либо, если он фоксимен, стараюсь начать ему, что вот все хорошо. У нас, в принципе, так в школе принято. А тем временем, после серии ЧП в школах и вузах стараются свести к минимуму любого чужака. Здесь не пускают даже родителей. Дети проходят через металлодетектор, а остальные, в целом общество, надеются, что железные охранники не пропустят человека с оружием. Он срабатывает на определенные вещи, такие как смартфоны, как правило, ну, либо связки ключей. Более серьезные вещи, это, говорит, полностью вся рамка такой выгибы. А никто никогда не пытался пронести ему за нож? Нет. Не было такого, да? Нет. Специалисты, убежденные детям, которые берут в руки оружие и хладнокровно убивают других, не хватает поддержки. Они нередко затравлены и просто не находят мирного выплеска своим эмоциям. Вовремя это распознать могут прежде всего родители, а потом и же школа, психологи и другие специалисты. Но для этого современным мамам и папам нужно учиться слышать своего ребенка и помогать ему в решении сложных современных проблем. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. День с толком.